здравствуйте на канале и тонн тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной студии политолог александр цинкер здравствуйте и журналист павел маргулян здравствуйте 9 мая прошло день победы от гремел но все продолжают обсуждать как это проходило правильно неправильно может быть недостаточно торжественно вот об этом мы собственно поговорим начнем с того что буквально накануне этого праздника прошло такое досадное то ли недоразумение то ли недочет короче говоря был законопроект который предложил депутат от партии наш дом израиль форер и звучал он так предложение заключалось в том чтобы 9 мая в израиле отмечался к государственный праздник и был внесен вообще в реестр государственных праздников но межминистерская комиссия которая должна была рассматривать вопрос этот законопроект пока что завернула и высказал отложила во всяком случае его рассмотрение но все решили что вот плохо это не хорошо чуть ли не оскорбили ветеранов вот коллеги сказать пожалуйста у нас давно как бы насколько я знаю на правительственном уровне утверждено что этот день у нас праздничный ну не праздничный не выходной день но в этот день праздник раз проходит торжественное заседание в кнесете во многих городах правда это муниципальные инициативы проходят различные шествия и так далее в общем этому внимание уделяется очень большое в этом году премьер-министр принимал ветеранов даже оказавшийся здесь в эти дни в израиле глава американских американского начальника штабов да он тоже был приглашен на этот праздник на эту встречу а вообще может быть действительно нам не нужно так вот как государственный именно праздник в чем там смысл я не хочу понять просто ну наверное давайте немножко вернемся назад потому что во первых и год назад и два года назад то же самое было более того два года назад было 70 лет окончании войны вообще такая дата казалось бы под это было бы вообще стоило сделать смотрите в израиле есть один праздник который не еврейский который отмечается как гражданский это день независимости израиля единственный день когда религиозные светские никто не работает все гуляют отдыхают и праздник такой общенародный он тоже извините меня скользящий он все равно не все праздники привязаны к еврейскому календарю неважно но это светский праздник отмечается день независимости израиля принципе если вернуться назад почему день независимости израиля мы имеем право и можем отмечать потому что после второй мировой войны он принял решение о создании двух народов для еврейского и арабского как бы вот это вопросы решились меня удивляет другое почему это не было сделано очень давно потому что уже на следующий год будет 70 лет израилю когда мы сюда приехали по крайней мере мои дети пошли в школу и они были очень удивлены той информации которую они впитывали находясь на занятиях а второй мировой войне была она не была кто-то воевал кто победил ну по и победили естественно американцы то что там евреи вообще где-то воевали вообще не было такого понятия то есть вся эта история как-то было вот и европейского еврейства как-то это двинуто в сторону правда единственно что помнили это холокосте и вот поменять вот это все пришлось вот за эти годы все мы и взрослое поколение молодое поколение тихо-тихо израиль наконец-то поняли потому что сегодня когда 9 мая люди идут некоторые израильтяне еще все же спрашивают типа что случилось а чего это никуда и куда это они идут и по какому поводу вот чтобы такого не было чтобы все в израиле понимали чтобы была война кто воевал кто победил что после этого произошло вполне возможно что давным давно должен был был принят этот праздник нормально тоже такой гражданский свет смену для всего народу когда какого числа это другое дело это можно обсуждать но ничего плохого этом нет вижу только положительное такой вопрос если я правильно понял из этого законопроекта депутата у деда форера он настаивает именно на том что именно 9 мая именно вот этот день календаре должен быть закреплен за днем победы но ведь действительно у нас все праздники привязаны к еврейскому календарю нет по-другому бы не бывает смотрите но до привязки еврейского календарю здесь есть еще одна проблема на мой взгляд проблема в том что мы слишком впитали в себя ну я скажу так обычаи или стигмы которые нас впитывали в кровь советском союзе по поводу дня победы то же самое вот вы сейчас сказали начали что от гремел 9 мая в израиле вообще не гремел если вы обратите внимание это он в россии гремел парад и так далее я хочу обратить ваше внимание на то что в этот день 9 мая специально посмотрел две крупнейших и самых распространяемых газеты идет охранот и израиль айом ведет охранот на 16 полосе было заметочка вот такого размера а в израиль айом по на 24 полосе была тоже заметочка с фотографии ветеранов бешеных медалями и орденами в этом дело отличился арыс арыс на первой полосе поставил но и то ветеранов танцующих на мероприятие который накануне состоялся ваш доди но она была на первой полосе да то есть откуда израильтяне могут знать о 9 мая когда пресса вообще об этом не пишет израильская в отличие от русскоязычной прессы как для которых это конечно же был главный праздник в этот день теперь по поводу 9 мая значит смотрите я хочу напомнить формулировку в которой праздновали это событие в советском союзе в россии день победы в великой отечественной войне теперь я хотела вашем мире это по-другому и религи напомнить статистику значит во второй мировой войне воевала полтора миллиона евреев причем в армии шар их даже было больше чем советской армии в армии шабло 550 тысяч советском союзе в красной армии 500 тысяч если мы будем праздновать победу в великой 9 мая великой отечественной а что же по отношению к остальными получается мы их придаем мы как бы мы от них отделяемся но вот отъехав от ссср на большое расстояние мы понимаем я понимаю что это неправильно мы должны праздновать все в один день весь мир должен праздновать в один день и весь в оставшийся мир празднует 8 мая тогда мы тем самым выразим солидарность состава с остальными евреями предки которых воевали в армиях антигитлеровской коалиции в английской в американской и так далее и поэтому я считаю что 9 мая я не знаю кто деду форму это объяснял мне кажется в израиле это неправильно у нас если праздновать то 8 мая хотя бы я я это число пересмотрел бы это число потому что есть еще 2 сентября вообще окончание второй мировой войны в войне против японии тоже гибли люди что с ними если мы празднуем это 8 мая но это уже должен должен как-то мир решать весь совместными но мир как раз решил все же 8 мая поскольку в это время в россии уже перешло на 9 мая поэтому так и разошлось но я с тобой согласен поэтому это проблема действительно а по поводу почему 9 фора предложил ну без обид конечно к депутатам кнессета но это чисто в общем-то пиар-ход поддержать партии израиль бейтейну вот пошла на встречу типа своим избирателям попросила причем красивая израильтянин вышел с этим законопроектом не больше я думаю что вот эту форму кто-то объяснил из парламентских помощников убедил его необходимости но есть еще одно я хотел бы добавить вместе с тем я бы не стал менять эту дату до тех пор пока живы ветераны потому что они выросли с 9 у них 9 мая в крови понимаете ввиду наших 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 ветеранов приехавших из бывшего ссср потому что в израиле живут и ветераны из франции из америки 9 мая это праздник со слезами на глазах с которым это один из главных праздников их жизни понимаете сейчас наносить им травму людям пожилым которые под 90 лет это тоже мне кажется слишком жестко было бы наверное надо подождать с этим делом как мне кажется я говорю у меня отца нет уже но мы все равно с тех пор 9 мая я поехал к брату мы поставили на стол стакан с водкой кусок черного хлеба как и многих семьях людей потому что для нас действительно 9 мая это день победы еще одна тема она достаточно щепетильно и болезненно в рамках вообще 9 мая дня победы но наверное ее стоит обсуждать тем более что все равно социальные сети куда сейчас выплеснула вся эта тематика активно это обсуждает так что и мы мимо не пройдем я имею ввиду отношение которое сложилось у многих в основном среднего и молодого поколения которые видели на все эти шествия ветеранов в городах израиля в других странах в той же москве в россии вообще в российских городах акции бессмертный полк и многие говорили что да это очень важно это память другие видели в этом некоторые ненужные моменты которые даже порой кого-то оскорбили задели мне хотелось бы чтобы высказались просто вот ваши отношения ко всей этой истории смотрите мне кажется здесь просто различия может быть культуры и вкуса вот я знаю по себе что я бы не пошел у меня брат моего деда герой сельского союза я бы не пошел по улицам с его портретом но мне кажется это хотя меня я тоже участвовал спорах там фейсбуке ты должен гордиться я хочу гордиться своими и предками так как я хочу гордиться не так как мне укажут сверху идти в колонне махать его портретом в израиле не указывал не указывал я думаю что это перешло оттуда телевидение у нас хорошо работает до сих пор и были акции бессмертный полк в хайфе по да да я поэтому грушка это не попадает под мое определение того как я могу гордиться своим родственникам а у других людей видимо с этим нет проблемы идти с портретом мне кажется это не совсем правильно но это мое личное мнение но саша ты можешь ответить на этот вопрос единственно что я его дополню павел если захочет тоже к этому вернется многие достаточно отчасти резко высказывались по поводу появившийся в последнее время традиции в том числе и в израиле но опять таки она очевидно пришла к нам из россии когда устраиваются такие военно-патриотические детские спектакли в этот день ну во первых по первому вопросу то что сказал я естественно тоже никуда не выходил я ставлю каждый 9 мая вот фейсбуке фотографию своего отца со всеми орденами медалями все которые помнят его и мне приятно что в разных странах так сложилась судьба есть люди которые росли вместе со мной да и они знают бориса григорьевича как они пишут и они вспоминают о нем и для меня вот это уже память а если я еще вам ставлю рядом моих дочек военной форме израиля когда они служили это вот это смена поколений да это по моему меня вот больше всего волнует это то что каждого человека волнует он то и делает поэтому я вот ограничиваю с этим что касается военно-патриотических игр ой я столько много в истории видел этих военно-патриотических игр и иногда они заканчивались военными играми совсем не патриотическими со всеми не детскими я честно говоря их боюсь поэтому я как то всегда стараюсь от них быть немножко в стороне и вообще знаете как иногда какая-то идея хорошая как например вот это георгиевская ленточка до начали вспоминать а сейчас в разных странах с этой георгиевской ленточкой ну на той же украине да так там могут там и избить и забрать полицию и так далее то что они воспринимают не это не как знак памяти да вот а победы а это просто там реклама там это коммунизма или российская реклама и так далее то же самое вполне возможно что есть лагеря до военно такие патриотистские которые в начале идея была нормальная действительно воспитывать молодежь поколение потому что у нас молодежь свое время целый день была на улице и мы там бегали прыгали и воспитывались улице и по-моему неплохо воспитались сегодня вся молодежь сидит у компьютера или своих айпадах альфанах и тогда и так далее их немножко вытащить и заодно на улицу и немножечко еще рассказать об истории вполне возможно во что это выливается в каждой стране по-разному и тут нужно смотреть отдельно смотрите я считаю все должно отталкиваться от того что от осмысления того что такое день победы если это праздник тогда можно устраивать концерты петь песни наряжать детей и так далее я не считаю праздником эту страшную трагедию народов ссср особенно в контексте тех цифр последних которые в думе обсуждали с феврале около 40 миллионов погибших чуть ли я не вижу это страшнейшая трагедия народа страны это поэтому для меня день победы это совсем не праздник это эта трагедия это день осмысления и день прикладывания усилий к тому чтобы это не повторилось и в рамках этого я не вижу как можно петь танцевать радоваться и так далее одевание детей это вот российская поbt invasion это вообще культивация от sampai пришло оттуда это это говорит о том что война не страшно умереть не страшно это нормально как бы это страшно и это не нормально просто в нас это опять у нас это в крови и он напомню строчки смерть не страшно с ней не раз мы встречались в бою мы и воспринимаем их нормально как может быть не страшно смерть парня у которого жена с маленьким ребенком дома. Я не верю, что смерть не страшна. Нормальному человеку страшно умереть. Нас же там приучали, что не страшно, нормально. Родина прикажет, и вы ляжете трупами, тысячами, десятками тысяч, если командир приказал взять вот ту высотку, что и было в ту войну. И чего тут радоваться и праздновать, я не вижу повода. И не вижу повода для каких-то концертов устраивать. Этот день, я совершенно согласен, бесед с детьми, разговоры о том, что было, как было, почему это случилось, и что надо сделать для того, чтобы это не повторилось. Для меня вот так я вижу день победы, никак не праздник. На этом все. Спасибо за этот обмен мнениями. Напомню, что со мной в студии были политолог Александр Цинкер и журналист Павел Маргулян. Всего доброго.